Девушки отдыхают Пионеры, дети, рабочие, визит, время, свет и водой. Кричь пионера всегда будет водой. В 1999 году в отдел реабилитации Генеральной прокуратуры почтой поступило заявление от Курганского отделения Общества-Мемориал. Правозащитники просили прокуратуру пересмотреть уголовное дело номер 374 от 32 года прошлого века и реабилитировать четырех уральских крестьян, обвиненных в убийстве двух малолетних детей. Именно этих крестьян Сергей, Даниил и Ксения Морозовы. И зять Морозовых Арсений Кулуканов. Убиенных детей звали Павлик и Федя Морозовы. Я, Морозов Павел, вступаю в ряды всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина перед лицом своих товарищей торжественно обещаю. Теперь уже неизвестно, произносил ли мальчик по имени Паша Морозов эти или подобные слова пионерской присяги. Живых свидетелей его пионерской доблести почти не осталось. Все, что мы знаем об этом человеке, чудовищный винегрет из слухов и мифов, созданных советской пропагандой и постсоветской гласностью. Образ уральского мальчишки менялся в зависимости от потребностей времени. В эпоху коммунистического режима был создан миф о пионере-герое, который боролся с врагами советской власти, за что и был убит собственным дедом и братом. В период перестройки с подачи писателя-диссидента Юрия Дружникова родился новый миф. Павлик Морозов не герой, а доносчик, предавший собственного отца. Где в этих мифах правда и где вымысел? Доносил 12-летний подросток на своего отца? Или из него просто создали образ Иуды ради чьих-то интересов? Современные исследования ставят под сомнение оба мифа. Ну, насколько я помню, папа его считался кулаком. И когда шло раскулачивание, естественно, он там скрывался, там все дела. Вот. А Павлик Морозов был ярым приверженцем коммунизма и выдал своего папу. Мы не знаем, кто такой Павлик Морозов. По-моему, умер он в нашей стране, он довольно-таки долго прожил. По-моему, даже где-то память не хотели поставить. Ну, является таким, ну что ли, символом, точнее, одним из символов Великой Отечественной войны. Значит, папа у него был на войне типа фашиста. Он сдавал свою... как бы своих он сдавал чужим. И Павлик Морозов просто пришел в нашу как бы русскую роту и рассказал им, что мой папа фашист. И его папу расстреляли. Примерно так, да? А ведь еще полтора десятка лет назад все абсолютно точно знали, кто такой Павел Морозов. Потому что на протяжении 50 лет образ 13-летнего пионера являлся символом честности, смелости и преданности советской власти. На примере Павлика Морозова воспитывались целые поколения советских детей. До начала 90-х годов его имя носили улицы, колхозы, пионерские дружины, катера и дворцы культуры. Ему посвящали песни, стихи и даже международные спортивные турниры. Почти каждый ребенок советской страны знал, что Павлик Морозов был председателем первого пионерского отряда у себя в Герасимовке. Боролся с кулаками даже помог разоблачить преступление собственного отца. За свои убеждения он и его 9-летний брат Федя были убиты двоюродным братом и дедом в 1932 году. Родные по крови, враги по классу убили Павку Морозова. А заодно и Федю. Но светлая память о бесстрашном пионере-герое Павке Морозове будет вечно жить в сердцах всех советских людей. О его жизни и смерти написаны книги, звучит музыка, поются песни. Тысячи пионеров и взрослых приезжают в Герасимовку, чтобы отдать дань любви и уважения юному герою. Таким образом, Морозову Павлу было нанесено пять ран, из которых две проникающие в брюшную полость. Утром 4 сентября 1932 года крестьянка Татьяна Морозова вернулась домой, в деревню Герасимовку. Накануне она уезжала в город сдавать теленка в уплату протналога. Дома оставалось четверо ее детей, за старшего 13-летний Павлик. Только вернувшаяся из города женщина вошла в дверь, как один из сыновей сообщил ей дурную весть. Павлик вместе с 9-летним Федей еще с вечера ушли на болото за клюквой, да так домой и не вернулись. Почуяв неладное, мать побежала по соседям, организовали поиски. И только через три дня, в полукилометре от деревни, случайный охотник нашел под грудой хвороста пропавших детей. Павлик Морозов лежал головой березом вот к этим. В живот был воткнут нож, кишки вывалились, на голове был надет мешок. Вот так нашли их. Шли 30-е годы. Страна, победившая революцией, не считаясь жертвами, строила новое общество. Сталину нужны были целые поколения убежденных и вдохновленных идей коммунизма рабов, способных ради светлого будущего не пощадить ни себя, ни собственных родителей. Образ уральского мальчишки как нельзя лучше подходил для намеченных целей. Клич «равняйся на Павлика Морозова» был вброшен в массы. Сейчас одноклассник Павлика Морозова Дмитрий Прокопенко предпочитает отмалчиваться. Ссылается на возраст и плохое здоровье. В своем интервью фронтовой ветеран повторял давно заученные, идеологически выверенные фразы по привычке. И все время интересовался, а как теперь-то правильно говорить? И что мы собираемся рассказать о Павлике? Хулу или похвальбу? «Был Пашка хороший, сетует ветеран, и нам хорошо было. Теперь, говорят, предатель, и мы стали никому не нужны». Нарисован как у музея такой. Он такой был боевой, смелый, отважный. Он любил пошутить, посмеяться, повеселиться. Парень был отличный. Создание образа пионера-героя началось сразу после похорон убитых детей. Трагедию уральской семьи идеологически отшлифовали. Всякое отступление от официально признанного образа приравнивалось к политическому преступлению. В 1937 году попытка Сергея Эйзенштейна экранизировать историю Павлика под рабочим названием «Бежен лук» едва не привела знаменитого режиссера к участи политзаключенного. Фильм уломал официальный миф о пионере-герое, который не пожалел своего отца ради светлого коммунистического будущего. Для Эйзенштейна важно было понять, почему брат идет на брата, сын на отца, а дед убивает внука. Посмотрев рабочий материал, кинематографическое начальство с возмущением обнаружило, что картина отклонилась от показа классовой борьбы и кулацкого вредительства в колхозном строительстве. полна мистицизма и библейских мотивов. Съемки были прекращены, исходные материалы уничтожены. Чудом сохранились лишь срезки кадров. И только спустя 40 лет, в 78-м году 20-го века, тавдинский энтузиаст кино Василий Альчиков снял любительский игровой фильм. Это был первый фильм про подвиг Павлика Морозова. Лента в точности отражала советский миф о подвиге пионера-героя. То в Свердловске мне говорят, нельзя так показывать убийство. То здесь на обсуждение предложенного мною райкому партии сценария не подходит. Переделывал, одним словом довел до кондикции, когда все согласились по такому сценарию можно снимать. И я приступил к съемке. События, которые вы увидите на экране, происходили в 30-е годы, когда широкие массы крестьян лавиной двинулись в колхоз. На пути колхозного строя стало кулачество. Кулакам помогали церковники. Но не сдавались энтузиасты колхозного строя. Артели росли и крепли. Успешно прошла коллективизация в Зауралье. Только в деревне Герасимовка, затерянной в лесах и болотах Зауралья, все попытки организовать колхоз терпели неудачно. Перестройка и гласность повлекли за собой пересмотр всей истории советского государства. Вслед за вождями и их ближайшим окружением разоблачению подверглись кумиры коммунистической идеологии. Одним из первых пал образ уральского пионера-героя Павлика Морозова. В конце 80-х, наряду с произведениями диссидентов, из рук в руки переходит документальное расследование Юрия Дружникова. Доносчик 001 или вознесение Павлика Морозова. С его подачи рождается антимиф. Павлик Морозов не пионер-герой, а доносчик на собственного отца. Антимиф пришелся ко времени. Имя уральского подростка становится синонимом предательства. В 40-е годы я пел в хоре песню равняюся на Павла Морозова. А в 70-е меня перестали печатать. Писал в стол и для самоздата. Печатался за границей. Выталкивали за границу, но выехать не дали. Грозили лагерем и психушкой. На всех нас доносили. Хотелось понять, что толкает стучать на друзей. Павлик был символом этой деятельности. В конце 80-х антимиф о пионере-доносчике, предавшем собственного отца, был доведен до абсурда. Большинство подростков этого времени знали о парне из Герасимовки лишь из песни группы крематорий Павлик Морозов. Я слышал, что Павлик Морозов, по-моему, певец. Ну, катается за команду skater.ru, вот. Больше ничего о нем не знаю. Ну, сейчас ходят слухи, что он предал своего отца, но этому не надо верить. Почему? Потому что это не так было. Раннее детство Павлика Морозова пришлось на время так называемого Кулацко-Эсеровского мятежа. В 1921 году десятки тысяч крестьян центральной России подняли восстание против советской власти. Вернее, против прудразверства. Большевики, чтобы поддержать рабочих из Москвы и Петрограда, силой выгребали у крестьян запасы продовольствия, обрекая их на голодную смерть. Как реакция, лозунг за советы без коммунистов и взаимная ненависть. Коммунистам без разборов спарывали животы и засыпали в раны зерно. В 1922 году мятеж был подавлен. У мужиков не хватило патронов. Больше десяти лет отголоски крестьянских волнений катились по стране, отзываясь и на Ураль. Сельское население четко делилось на сторонников и противников советской власти. Зажиточные крестьяне уральских деревень ненавидели всех, кто сотрудничал с коммунистами. Председателей сельсоветов, прудотрядовцев и даже учителей. Зои Кабиной, учительницы Павлика Морозова, местные чекисты вместо азбуки и арифметики выдали берданку для самозащиты. Жизнь не баловала Павку. Единственным утешением были книги. Павка знал за глухим и диким герасимовским урманом иная жизнь. Там бедные объединяются в колхозы, строят большие светлые дома. Дети, пионеры, горный поют в их пионерских лагерях. А здесь страх и нужда кулаки и бандиты. В крестьянских волнениях участвовали и земляки Морозовых, пятеро братьев Пуртовых. Эту фамилию обязательно запомните. Судьбы 13-летнего Павлика и таежных повстанцев Пуртовых окажутся неразрывно связаны. В боях восстания Пуртовым удалось выжить. Но скрыться на Урале они не успели. Их арестовали, осудили, однако в 23-м году амнистировали. Выйдя на свободу, братья снова подались в лес. Более 10 лет братья промышляли грабежами, нападали на крестьянские обозы. Документально доказано, что ими совершено 20 терактов и разбойных нападений. При этом банда странным образом всегда уходила от преследователей. Чекисты и отряды только что сформированной Красной Армии начинают трудно военную боевую операцию. В секретных документах ОГПУ по Уралу сохранились свидетельства, что чекисты подозревали Пуртовых в подготовке нового восстания. Теперь уже на Урале. Считалось, что братья намерены свергнуть советскую власть и рассчитывают на помощь ссыльных и спецпереселенцев, которых было более чем достаточно в лагерях на границе Свердловской и Тюменской областей. Новая власть искала опору в молодежи. В 1922 году создаются первые пионерские организации. Уже через год они появляются на Урале. К 1930 году, когда Павлику Морозову исполнилось 11 лет, даже в самых глухих деревнях и районах уже были организованы пионерские лагеря, где ребята могли подкормиться, а заодно и пройти идеологическую обработку. Когда Павлику было лет 10, его отец Трофим Морозов из семьи ушел к другой женщине. Мать Павлика, Татьяна Морозова, осталась одна с пятерыми детьми. Потеря кормильца означала голодную смерть или батрачество на чужих людей. Еще до убийства Павлика один из сыновей Татьяны умер от голода. Дело в том, что отец бросил семью, бросил четверых сыновей и женился на молодой. И семью свою оставил. И во главе хозяйства был Павлик Морозов, который, собственно говоря, и стал кормильцем семьи. Кроме того, 12 лет, 11 лет для деревенского ребенка той поры это уже не ребенок. Тем более на его плечах была забота о матери. Он пахал, сеял, то есть он занимался всем хозяйством и отвечал за своих братьев и за мать. Поэтому он тоже участвовал на общегражданских собраниях. Под грузом такой ответственности очень быстро формируется сознание ребенка. Павлик понимает, что единственная для него защита новая власть, ориентированная на бедняков. В начале 30-х Павлик вступает в пионеры. Он ходит в школу и даже читает пионерскую правду, которую время от времени привозит местная учительница. Колхоза тогда в Герасимовке еще не было. Власть осуществлялась через сельский совет. Отец Павлика Трофим Морозов был избран председателем Герасимовского сельского совета в 1930-м году. И сразу же, как известно, он стал продавать за продукты, за деньги справки или спецпереселенцам, которые проживали в той местности, но снабжал и бланками этих документов, и справками о бедняцком положении, и бандитов из банды Пуртовой. Тем временем в Герасимовку Тайком пробираются два бородача. Кто такие? Что потеряли в таежной деревне? Откуда у отца столько денег? Чьи они? Так вот, откуда у отца деньги? Он продает заезжим кулакам справки, по которым они освобождаются от уплаты хлеба советскому государству. Справки, которые выдавал отец Павла Трофим Морозов, аналоги современных паспортов, обеспечивали бандитам легальное положение. В них утверждалось, что владелец всего документа мирный житель Герасимовки и задолженности по налогам перед государством не имеет. И по этим справкам сами братья Пуртовы и Григорий, и Осип, и Михаил бывали даже в Тюмени, собирали разведданные. Банда была очень такой, упёртой. И Павка рассказал военному всё, что знал о проделках отца. На деле миф и реальный подросток из Свердловской области не стыкуются. На основании многочисленных свидетельских показаний я доказываю, что Павлик Морозов донёс на отца вовсе не ради партии и социализма. Просто мать подучил и сына донести, чтобы отомстить отцу. Тот ушёл к другой женщине. Отец Павла Трофим действительно незадолго до ареста женился на другой, помоложе. По рассказам некоторых герасимовцев свадьбу праздновали с размахом. Гуляло полдеревни. На глазах четырёх сыновей и первой жены Татьяны Семёновны Морозовой. Татьяне Семёновне было просто невыгодно его сажать. Потому что хоть что-то он, может быть, семье-то подбрасывал. А уж когда его арестовали, они вообще остались ничем. У них вообще не было никаких денег. Не помогал. Он поженился на девушке, Амосова Нина такая. И когда они поженились, стали что они доделать? ненависть, ненависть еще больше к Павлику Морозову. Впоследствии и создатели образа пионера-героя, и его обличители будут утверждать. Павлик Морозов, узнав о том, что его отец снабжает документами, скрывающихся в лесах врагов советской власти, донес на него сотрудникам ОГПУ. А позже даже выступил против отца в суде. Однако те, кому довелось ознакомиться с секретными архивами ОГПУ, утверждают совсем другое. Павлик Морозов не доносил на своего отца. Чекисты на местах базировок банды находили и бланки, и справки. То есть необходимости в доносе, как говорится, Павлика Морозова его не было просто, потому что имелись вещественные доказательства. Долго выяснять, как эти справки попали к задержанным, чекисты не стали. Трофим и еще шестеро председателей сельсоветов были арестованы. Отказываться от собственных подписей под фальшивыми документами было бесполезно. 20 февраля 1932 года тройка Уральского ОГПУ приговорила Трофима Морозова к 10 годам исправ труд лагерей. Никакого суда над Трофимом не было. В протоколе заседания тройки указано, что Трофим занимался фабрикацией подложных документов, которыми снабжал членов контрреволюционной повстанческой группы и лиц, скрывающихся от репрессирования советской власти. После ареста Трофима Морозова его сын Павлик был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу. По мнению современных исследователей, мальчишку вполне могли бы привлечь и как соучастника преступления отца. Трофим Морозов, как, кстати, Ишитов и большинство председателей сельских советов того времени были неграмотны. И вот эти справки о бедняцком положении, кстати, это листочки из ученических тетрадей в линейку. Они есть в архивных материалах. Выписывали их дети. В данном случае справки о бедняцком положении мог заполнять сам Павлик Морозов. Поэтому он вот эти факты и подтвердил райуполномоченным Магапау. И все же причины убийства Павлика Морозова нужно искать не только в его свидетельских показаниях против отца. Трофим Морозов был арестован и репрессирован в феврале 1932 года. Павлика убили спустя полгода. Вероятно, одним из мотивов его убийства была и копившаяся ненависть ко всем, кто помогал советской власти. К 1932 году 13-летний мальчик уже результат советского воспитания. Новая власть учила новой совести и новым поступком. Известно, что Пионер Морозов с друзьями на заборах писал «Здесь живет зажимщик хлеба». И тем самым обрекал своих соседей на голод и даже арест. Пионеры зажимщиков учilanщиков храмов гнева не первые зажимщик хлеба. «Без родителей на львах и львах и львах» где проводится демонстрация под лозунгом «К борьбе за колхозы, за социализм всегда готов». В жгучую ярость приходило кулачье, угрожали расправиться с Павкой. Однако существует еще одна причина, по которой мог быть убит 13-летний подросток. И это причина имущественного характера. Дело в том, что дед Павлик и Сергей Морозов был владельцем земельного надела. Когда его сын Трофим впервые женился, он получил от отца участок земли. После того, как Трофим оставил свою жену Татьяну и пятерых детей, а потом еще и был репрессирован, в семье Морозовых начались споры. Кому должна достаться дедовская земля? Должна ли она вернуться во владение Морозова-старшего или останется заброшенными детьми Трофима? А значит, за 13-летним Павликом. Павел стал главой семьи и хозяином земельного надела. Однако 76-летнему деду Морозову новые правила понять было сложно. А потом не следует забывать, что у старика, у деда Павки Морозова был кормилиц, на кого не рассчитывали сын. Это отец Павки Морозова. И нетрудно представить, что почувствовал дед, почувствовали бабка, тогда, когда у них забрали надежду. Кормилицу, кормилицу забрали. Они ведь тоже люди. Ах, Данилка, убрать надо Павку, говорил дед внуку. Кулаки вынашивали план убийства Павки. Следствие 30-х годов установило, что Данила Морозов, двоюродный брат Павлика, пытался убить его несколько раз. Однажды топил. Затем засунул спящему мальчишке за пазуху горящую головешку. Но каждый раз Павлика спасали взрослые. Участковый Дедов писал, что у Павлика пальцы разрезаны до кости. То же самое и у Федора. Были порезаны кисти рук. Это свидетельствует о том, что юристы называют следы борьбы и самообороны, когда жертва хватается рукой за клинок. Они не просто так отдавали свои жизни. В разысканных мной документах секретно-политического отдела ОГПУ убийцами высвечиваются не родственники Павлика, а двое чекистов. Спиридон Карташов и Иван Попутчик. В тот день исполнитель отправился в лес. Без особого труда разыскал детей и убил их. Скорее всего, проколов их штуком винтовки, не слезая с лошади, чтобы не оставлять отпечатков подошвь. Подбежавшего младшего мальчика исполнитель уложил ударом приклада. Отсюда упоминавшийся след от удара на теле и рваные раны. По-видимому, от штыка. Мальчиков убили, чтобы использовать их смерть в пропагандистских целях. Версия писателя-диссидента противоречит результатам современной судебно-медицинской экспертизы. Подобные раны, как правило, причиняются колюще-режущим предметам. Каким, конечно, в свое время мог бы быть и штык. Но, так как был верховой, по мнению исследователя, то рана должна быть нанесена сверху вниз. Потому что Павлик был значительно ниже ростом, чем сидящий на лошади неизвестный верховой. Учитывая длину винтовки, учитывая длину штыка, эта рана должна быть значительно глубже, с повреждением петли тишечника, тогда бы эти поврежденные петли тишечника не выступали бы наружу. Они повреждены. Из них вышли газы, простите, и они бы отсели в брюшную стенку. Что же все-таки послужило мотивом убийства Павлика Мороза? Его пионерская деятельность и помощь новой власти? Месть за свидетельские показания против отца? Или обыкновенная корысть, связанная с переделом собственности? Скорее всего, в месть. Бытовое и политическое оказалось завязанным в один узел. Позднее, когда было принято решение окончательно ликвидировать банду братьев Портовых, это случилось только в сентябре 1933 года, и все документы докладывались на самый верх, в АГПУ, наркому АГПУ Ягоде, а тот докладывал, скорее всего, и Сталину, да и секретарь обкома Кабаков, вы видели, что докладные записки шли и ему, и, видимо, секретарь уральского обкома ВКПБ Кабаков доложил о ситуации Сталину, и тогда, скорее всего, было принято решение создать, подчеркиваю, создать идеологический образ ребенка-мученика, потому что образ, ну, надо признать, он был безукоризненным с идеологической точки зрения, да и с такой, с эмоциональной. Представьте себе, легко запоминающаяся фамилия Морозов, Павлик, такое имя, да и образ, глаза закроешь, а уже виден облик такого бойкого, последовательного борца за новый образ жизни. Типично уголовное преступление получило политическую окраску. О трагедии написала районная Тавдинская газета, а затем и Пионерская правда. В адрес Свердловского ОГПУ начали приходить коллективные письма с требованием покарать и сурово наказать. Вскоре об убийстве узнает и Максим Горький. На выступлении съезда Союза писателей он скажет, родные по крови, враги по классу, убили Павла Морозова. Но память о нем не должна исчезнуть. Этот маленький герой заслуживает монумента. Выходят книги Соломейна и Губарева. Эйзенштейн начинает снимать фильм о подвиге Павла. И вскоре реальная история исчезает. Отец Павла Трофим превращается в кулака и укрывателя хлеба. О том, как задержали Пуртовых и о фальсифицированных справках, теперь уже никто и не помнит. Банда братьев Пуртовых была обезврежена только спустя год после убийства Павла и Федя Морозовых в 1933-м. Все это время Пуртовы прятались в тайге. Шумиха вокруг смерти мальчиков поставила банду в крайне невыгодное положение. За их ликвидацией стали следить прямиком из Кремля. Главарь банды Григорий Пуртов был убит в нескольких десятках километров от Герасимовки. После длительной погони опергруппа чекиста Крылова установила за бандитами визуальное наблюдение. Началась пальба. Жена Пуртова, Анна, пыталась заслонить бандита. Но оба были убиты из пулемета. Пионером он никогда не был. Пионером его назвали после смерти. Сперва в секретных документах ОГПУ, а затем в газетах. Придумали легенду, что его пригласили в район и там приняли в пионеры. С годами добавили, что герой был первым председателем пионерского отряда. Документальных доказательств причастности Павла Морозова к пионерской организации действительно не сохранилось. Не существовало в 30-х, как и впрочем в 80-х, удостоверений пионера Советского Союза. Лишь Зоя Кабина, учительница Павла, в своих воспоминаниях утверждает, что лично создавала пионерскую организацию. В пионеры тогда вступили четверо герасимовских школьников. Некоторые надеялись, станешь пионером, то уж точно не попадешь в спецпоселение, что было равносильно смерти. По свидетельству инспектора ОГПУ Толмачева, только за 10 дней марта 30-го года в спецпоселениях Урала заболели 6 тысяч 7 детей и 587 умерли. Творец антимифа о Павлике писатель Юрий Дружников с середины 80-х живет в Америке. Своё литературное расследование в конце 80-х он читал на радио «Свобода». В то время учительница Павлика Зоя Александровна Кабина жила в Ленинграде. Воспитанная в строгих правилах пожилая женщина из эфира неожиданно узнала, что в молодости увлекалась непродолжительными романами с сотрудниками ОГПУ. Сердце не выдержало, и с тех пор она не поднимается с кровати. Герасимовцы из этой же книги узнали, что после перезахоронения тел Павла и Феди они играли черепом одного из них в футбол. У меня сразу возник вопрос. А реально ли играть черепом 14-летнего или 8-летнего мальчика? Мы не знаем, чей череп был утрачен. Футбол. Всё дело в том, что швы черепа зарастают к 20-30 годам. И к 14-летнему возрасту кости черепа лежат отдельно друг от друга, связанные, соединенные только мягкими покровами головы. К этому времени мягкие покровы уже отсутствовали, и поэтому в могиле сохранились лишь отдельные фрагменты костей. Лобные, затылочные, я не буду все называть, которыми играть в футбол не представляется возможным физически. В 99-м году Генеральная прокуратура России, пересматривая дело об убийстве Павлика Морозова и его брата Феди, подтвердит выводы следствия 30-х годов. Мальчишек убили близкие родственники. Ножом орудовал их двоюродный брат Даниил Морозов, которому помогал дед Сергей Морозов. Спустя час окровавленную одежду застирывала в щелоке бабушка Ксения, а дядя убитых Арсений Кулуканов оплатил преступления царским золотом. Вот когда они возвращались из леса, Даниил вместе с дедом подкараулили их. Даниил был вооружен ножом кухонным. Напали. Павлан буквально сразу двумя ударами зарезал. Кстати, потом в последующем еще подошел, еще добавил, дорезал. На всякий случай еще нанес удар. Эта экспертиза подтверждена была. А дед в это время удерживал младшего внука, чтобы тот не избежал. И младший был убит. Ну, как свидетель, так получается. Колхоз в Герасимовке был организован только в 1934 году. Через два года после убийства детей. Позже уральская деревня превращается в своеобразное место паломничества пионеров со всего Советского Союза. Бесконечные экскурсии создали свои традиции. А жители окрестных деревень завидовали герасимовцам. К ним вела почти идеальная асфальтовая дорога. Автобус за автобусом раньше ехали. Очень много пионеров ехало. Даже зимой здесь дорожки чистили, чтобы можно было пройти. Слеты проводились здесь. Вручались кубки. А какие кубки? Кубок имени Павлика Морозова так и назывался, лыжные соревнования. Соревнования проводились где-то не здесь, а вручались кубки именно вот здесь. И слеты проводились на месте убийства. После перестройки все изменилось. В 90-х музейный комплекс обветшал. Место гибели Павла и Феди посещают лишь редкие журналисты и местные жители. Бронзовый памятник Павлику предмет неусыпного внимания местной милиции. Однако даже в самые голодные времена ни у кого не поднялась рука на две тонны сплава цветмета. В Герасимовке никогда не было церкви. Не построили ее и после 91-го года. За 70 лет советской власти здесь все привыкли к своим святым. Никто не говорит об этом вслух, но многие верят. От всех злых напастей деревню защищает пионер-мученик Павел. В ниши оградки здесь принято кидать монетки, чтобы вернуться. А герасимовские дети считают Павла и Федю своими персональными заступниками. И украдкой кладут сюда записки. Например, совсем недавно была такая записка. «Хочу хорошо сдать экзамены». И все. Или вот еще была такая записка. «Хочу поступить в институт». Вот. Уже так заведено испокон веков, видимо. Они знают, что раньше дети ложили записки. Значит, и они положат, и, возможно, что сбудется. Мать Павлика и Феде Морозовых Татьяна Семеновна, лишившись старшего сына-кормильца и оставшись с двумя маленькими детьми, умерла бы с голоду. Но советская власть взяла под свою опеку. Ее переселили в райцентр Тавду. Позднее по состоянию здоровья в Крым. Там, около пионерского лагеря «Артек», она и жила до 83-го года, рассказывая юным пионерам о своем Павлике. Один из младших братьев Павлика умер после войны. Сказались фронтовые ранения. Алексей Морозов – единственный брат Павлика, доживший до старости. В советские времена он, как и вся семья, скромно играл роль родственника пионера-героя. Лишь очень немногие знали, что с 43-го по 53-й год он провел в лагерях, как политический преступник. Говорили, что 18-летний курсант летной школы Алексей Морозов якобы шпионил в пользу Германии. Но, скорее всего, он стал жертвой чьей-то лжи и зависти к имени брата-героя. После смерти Сталина он долго жил в Нижнем Тадиле. Иногда приезжал в Герасимовку, чтобы в очередной раз встретиться с пионером. Своего сына назвал в честь знаменитого брата Павликом. В конце 80-х, когда имя пионера-героя стало символом доносительства, на местах началась обыкновенная травля семьи Морозовых. Как только нижнетагильским газетчикам становилось не о чем писать, они направлялись к Алексею. После таких визитов уже пожилой человек, бывший враг народа, надолго попадал в больницу. В вестибюле Герасимовской средней школы по-прежнему висит портрет Павлика. В отличие от своих московских сверстников, герасимовские дети абсолютно точно знают, кто он такой. Однако действительные мотивы убийства и его заслуги для ребят столь же туманны, как и для всех остальных. Павлик Морозов был герой-пионером. Он сдал своего отца, что он хлеб хранил в подвале и не разрешал этим людям, чтобы они его съедали. То есть заставлял их голодать. А кто его убил? Его брат Данил убил, когда они ходили в лес по клюкву. Если вы конкретно будете знать, что ваш папа занимается противоохранными действиями, как вы поставите? Сдадим. Сдадим его. В правоохранительные органы. Это уральские дети. Но согласно опросам, проведённым в 2002 году, каждый пятый житель Москвы тоже сказал, что при определённых обстоятельствах повторил бы поступок Павлика Морозова. При этом одни верили в миф о пионере-герое, созданной коммунистической пропагандой, другие в анти-миф, рождённый перестройкой. Но и те, и другие сходились в одном ошибочном мнении. Павлик Морозов донёс на своего отца. Тема 13-летнего уральского подростка, вероятно, переживёт ещё не одно поколение. Мёртвым, конечно, без разницы, но всё-таки имени Павлика Морозова очень повезёт, если в последующей истории о нём будут говорить лишь как о свидетеле и жертве политической пропаганды. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ